Доброго времени суток! С вами ведущий Роман Акимов и свадьбы 21 века. Не знаю, как вы, но лично я, например, больше доверяю обезьяне с гранатой, чем гостям в конце свадебного банкета, когда они берут спички и идут запускать что-то горящее в ночное небо. Все-все разгорается, разгорается ништяк. Видно, да, что люди прошаренные в теме, знают, что делают. Горько! Тема этого выпуска, как вы уже поняли, небесные фонарики или гиена огненная. История небесных фонариков началась в Древнем Китае, где их использовали в военных целях. Предупреждали о приближении врага, просили помоги, давали приказы о наступлениях. Китайские простолюдины использовали небесные фонарики в качестве моста между земным и небесными мирами. Таким вот образом они передавали привет небесному миру и отправляли своеобразный месседж в небесную канцелярию. В наши дни на Гавайях, например, есть специальный день памяти, когда фонарики с именами умерших запускают не в небо, а в океан. Давайте посмотрим, как отправляют подобные месседжи к небесному миру на наших свадьбах. По-моему, этому человеку ясно дали понять сверху, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Но он не сдается! Людей тоже можно понять, потому что у них есть представление о желаемом. Ну а представление о действительном они получают уже непосредственно на месте. Кстати, производители небесных фонариков убеждают, что дирижабли желаний обработаны специальной пропиткой и никогда не горят. Еще одно удивительное видео из этой несгораемой серии. Кстати, вы оценили фразу «а больше нету»? Насколько же сильна у наших людей вера в чудо, вера в то, что в следующий раз все непременно получится. Ну, если, конечно, дом не сгорит. Но это все мелочи жизни по сравнению с самым масштабным пожаром, возникшим по причине неудачного приземления небесного фонарика на завод по переработке пластмасс Великобритании. 45 единиц техники, свыше 200 пожарных, 10 из которых пострадали при тушении этого пожара. В Бурятии во время флешмоба, где было запущено 2000 небесных фонариков, была создана реальная угроза авиации. Случаи попадания в двигатель самолета материальных объектов не раз приводили к катастрофам. От этой забавы страдают и животные. Например, часто проволока от фонарика попадает вместе с сеном в корм крупному рогатому скоту. И животные погибают при кормлении. В каркасе фонарика нередко запутываются, обгорают и погибают птицы. Не надо! Давай, давай, давай! Кстати, всегда был в тренде запуск и приземление небесного фонарика на парковке. Ты что это? Андрей! Андрей, стой! Люди старались. Развели костер из небесных фонариков на паркинге. Стоящая справа восьмерка должна была по всем законам жанра выстрелить, как ружье у Чехова. Но тут появляется отрицательный герой и говорит. Андрей, стой! Андрей, стой! Не таким должно было быть это видео. Фонарикозапускальщики закладывали более концептуальную идею. Вот такую! Андрей, стой! Совсем другое дело. В конце концов, каждый сам решает, что ему спалить на своей свадьбе. Но будьте оригинальны. К примеру, можно развить эту традицию и запустить горящий паровозик счастья. Или горящий самосвал желаний. Или вы тоже подумали такое про невесту? Было и такое уже. Не, горящая невеста уже не в тренде. Словом, если вы чувствуете в себе силы что-то поджечь, взорвать, запулить в небо, то доверьте это дело профессионалам. С вами был ведущий Роман Акимов. До новых встреч! Да, самое главное, чуть не забыл. То, что еще не все знают. По становлению правительства от 17 февраля 2014 года в городах запрещен запуск небесных фонариков. Их можно запускать только за чертой поселений и на расстоянии 100 метров от лесных массивов. Продолжение следует...